Доброе утро всем! У нас сегодня омлет. Я вот правда не знаю, надо омлет когда готовишь со сковородки выпаривать или нет. Я не до конца не выпариваю. У меня молоко вот так вот остается. Я думаю ничего страшного. Омлет, творог, батончик с чаем и все такое. Все как обычно. Обычный завтрак. Доброе утро желает всем. Он проснулся в хорошем настроении, что как надо. Солнце светит, тепло и что ему старику еще надо? Да. Вкусненько покушать все. Мы кушаем. От Коли вам тоже доброе утро всем. Доброе утро. Всем приятного аппетита. Здравствуйте. Мы съездили в магазин, сбежали из домашней жары, потому что на улице хорошо, особенно в тенечке прохладно, в машине хорошо, а дома жарко. Я потом покажу, что мы с домом сделали с нашим, со вторым этажом. Но мы сбежали в магазин, и мы опять в магазине были в этом. И так? Нет, в растерянности. Мы не знаем, что кушать. Мы не привыкли еще к такому рациону. Мы не понимаем, что брать, что готовить. Я еще до сих пор меню не почекала, поэтому... Вот. Взяли что мы... Взяли мы еду. Ризотто взяли, да? От Мираторга. Сейчас покажем, приедем. Сейчас попробуем приготовить. Не знаю, не знаю. Но тяжеловато. Тяжеловато именно в плане того, что ты не... Может быть и выбор-то нормальный, и мы не знаем, потому что мы не знаем, что готовить в принципе. Ну, периодически у нас какие-то возникают идеи, но надо это все как-то скомпоновать, чтобы мы понимали, с чем и зачем мы вообще едем в магазин. И с чем его идет. Да. Но сейчас мы едем в магазин во второй, в палатку, в овощную, за дынькой. Нам очень сильно хочется дыньку. Потому что я не на моей. Мне хочется. Озеро зацвело. Ой, все цветет, ага, дыры. Все зеленое, это вот где парк Пушкина этот. Вот смотри. Балдеть. Ань, там воду накачивается. А я подумал, арбузы дорогу. Офигеть, вообще все зазеленело озеро. Там мы в соседний поселочек едем за дынькой. За дынькой. За дынькой. Дынька, а дынька. А дынька, а дынька. А может арбузы вообще? Нет, что-то нам с арбузами не везет в последнее время. Что-то не хочется. Вот здесь вот мы сейчас. Мы тогда с Алей тут перед речкой покупали дыньку. Она обалденная оказалась. Только смотри, чтоб не было ничего подпорченного. Вот в этом павильончике ты брал? Да, в этом таком месте. Тут торгуют вот так вот на площадке вещами, одеждой торгуют, молоком торгуют на разлив. Короче, чем только они торгуют. Медом. Что это за мини-ярмарк? Кстати, мед оказывается вреднее сахара. Особенно если ты скидываешь вес. Вот одежда. Что-то девяностые какие-то. Ну, Коля пойдет сейчас туда. Сейчас машину поможешь за дыньку. Дынька, дынька. Жарко. Жарко, да скажи. Надо ему воды налить. Где у него чашка-то? Дынька. Батон. Вот такой вот взяли ризотто. Грибное с лисичками, с рисом сейчас попробуем. Молоко, кофе. Сахар, кофе. Туалетная бумага. Вот и все. Больше ничего. Смотрите, как у нас наверху. Мы здесь как будто скрываемся от зомби. Апокалипсис. Это мой гимнастический коврик. Я им закрыла эту дверь. Окно. Здесь окно тоже закрыто. Здесь тоже окно. Мы приспособили одеяльце. Вот так вот и закрываемся от солнечного света. Вот так вот в темноте. Коля, он чилит под вентилятором. Ему хорошо. А я пришла вообще работать. Работка. Вон кирпич твой. Вон там вот. Привет. Джон. Вон. Вон. Джонни. Джонни. Вот он, да. Чё приехал? Как? Ты рядом тут был? Я никуда не уезжал. Как у нас хорошо вечером, да? Вообще. Еще дома так же прохладно было. Дома очень жарко. Мы постирали эти чехлы. Это подушки от дивана. Чехлы на них постирали. А сами эти наполнители, соответственно, не трогаем. Он тут у нас проветривается. Просто на улице лежит. А чехольчики там сохнут. Ай, покачаться приехал. А я уже работаю. Уже вся в пути лица. Много работы? Очень много работы. Очень много. А сил очень мало. Эта жара выматывает страшенно. Щеколадница. Дай-ка я с тобой покачаюсь. Ай. Ай. Что не замарал? Качель, конечно, тема, да? Этот срок убежит. Ой, Рыжик любит качаться. А сядет ко мне, знает. На ножки, на коленочки скачает, скачает. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Двадцать восемь градусов. Сколько? Двадцать восемь. Двадцать восемь. Не, ну двадцать восемь-то это хорошо. О, у вас почему так заскрипели? Неинтересно как-то. Пятиминутка. Отдых. Все, попили. Попил Коля чай. Провожать буду. Кстати, мы про ризотто не сказали. Коля, что ты говоришь? Тебе не понравилось, да? Нет. Грибы очень вкусные. Такое ощущение, что старые. Просто заманула. Ну, они такие плохо жующиеся. Ну, а мне как бы... Там вот много ароматизатора грибного походу, да? Прямо какое-то... Короче, мне как бы понравилась сама суть. Сама суть ризотто понравилась. Но в исполнении Мираторга не очень. Готовится, да? Быстро достаточно. Ну, то есть, закину. Минут десять это все протушилось. И все, и готово. Можно есть. Ну, надо пробовать. Так, все индивидуально. Ну... Так, троечка из пяти, наверное, для меня. Для Коля вообще только. А, машина грязная. Николая. Все, я его провожаю. И... Снова поднимаюсь наверх. Надо полить цветы. Мне, кстати, они там распускаются. Покажи. И продолжать работать. Поехала моя елочка. Новогодняя. Помахать. Помахать, помахать. Еще и гирлянды свои. Три. Уху. Три. Уху. Всё. Проводили мужа. Уху. Уху. Пойдемте домой. Поливать цветочки надо. Да, зобики мои ждут? Ждут скучные мне. Вот там готовку я уже подготовила. Супер-мега-лейка. У меня уже темнело. Уже ничего не видно. Ну, короче, завтра утром покажу. Барахательные собираются распускаться. Я закончила работу свою. На улице уже светает. Сейчас время. Скажу сколько. Два часа пятьдесят шесть минут. Получается без трех минут. Без четырех минут три. И уже светает. Классно. Ну, я, конечно, засиделась, как обычно. Отвыкла я совсем. Нужно ложиться в нормальное время. Это очень плохо. Режеет в вид. Но потом... Такое состояние. Ты вроде выспался, и при этом ты не выспался, потому что лег поздно. Короче, непонятно такое. Не люблю я так. Не люблю я так. Надо как-то себя отучать от этого. Не знаю. Пока так. И это плохо. Ладно. Я буду спать. Влог, видимо, я уже буду монтировать завтра. Потому что сейчас уже, соответственно, я делать не буду. Поэтому встретимся с вами завтра. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок